Воскресенье, 24-й седмицы по Пятидесятнице, 39-е зачало Евангелия от Луки. Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил Его, и женщина, страдавшая кровотечением, двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды Его, и тот час течения крови у нее остановилось. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывший с Ним, наставник, народ окружает Тебя и теснит. И ты говоришь, кто прикоснулся ко Мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утверждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал Ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Иисус, придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, девица, встань. И возвратился дух ее, она тотчас встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее, Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Евангельское зачало, повествующее об исцелении дочери Иаира, начальника синагоги. Очевидно, что начальник синагоги в общественной иерархии того времени довольно значимый человек. И то, что он приходит ко Христу и просит Его о том, чтобы Господь исцелил его дочь, показывает, что даже в рядах официальной иудейской знати были верующие во Христа. В основном те, кто относились к синагоге, имеются в виду законники, фарисеи, они, как правило, не веровали во Христа и были Его оппонентами. Но начальник синагоги Иаир все же верует, что именно Христос может спасти Его дочь. Когда Господь откликнулся на просьбу Иаира и идёт к нему домой, вокруг него очень много людей, толпа, которая сопровождает Его. И в этот момент подходит к нему женщина, как повествует Евангелие, много лет страдающая кровотечением и прикасается к краю одежды, после чего происходит её исцеление. Эта женщина страдает той болезнью, которая по предписанию того времени является ритуальной нечистотой. То есть эта женщина в принципе не могла находиться в толпе, в принципе должна была избегать общественных мест, потому что её появление где-либо полагалось, что происходит ритуальная нечистота и осквернение окружающих. Она дерзает нарушить эти существующие предписания и входит в эту толпу, чтобы прикоснуться к Христу. Почему? Потому что имеет веру в Него, потому что у неё не осталось других вариантов, только этот, дабы наконец-то излечиться от этой мучающей её болезни, мучающей её не только физически, но ещё и морально. Напомним ещё раз, морально, потому что она была отвержена даже самым узким кругом своих родственников, как постоянно находящихся в ритуальной нечистоте. И она получает исцеление. Господь поворачивается и спрашивает, кто прикоснулся к Нему. Но людей столько, что образовалась, по нашему выражению, некая пробка. И видя эту толчую, эту массу народа, ученик Господень Пётр говорит, что, Господи, что Ты спрашиваешь? Потому что так много людей, надо идти дальше. Но Господь поясняет, почему Он это и делает. Для чего Господь хочет обнаружить эту женщину? Для того, чтобы она, обнаружив свою веру в Него, на самом деле не только показала свою веру, но укрепилась в ней. Для женщины, как здесь вот сказано, объявила Ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему. Для женщины это мужество. Мужество сказать, что она вошла в толпу, пренебрегая предписаниями о ритуальной нечистоте, движимая своей верой. Обнаружив свою веру, она показывает мужество и укрепляется в своей вере, укрепляется в своей вере в Иисуса Христа. А Господь этим её обнаружением поддерживает её и говорит ей, что вера спасла её иди с миром. И действительно, вера этой женщины, даже без прямого изначально личного общения со Христом, творит чудо. «Ибо она, эта женщина, верует в Господа, как в Мессию». Когда же Господь приходит к дому Иаира, говорят, что девочка умерла. Но Господь, тем не менее, совершает чудо воскресения и, выгнав всех из помещения, где находилась умершая, берёт с собой только родителей девочки и трёх учеников Петра, Иоанна и Иакова. Не раз уже при толковании Священного Писания говорилось, что в самые величественные, самые возвышенные моменты евангельской истории Господь берёт с собой только трёх учеников, как самых ближайших и как свидетелей того, что Он будет производить. Это касается и воскрешения дочери Иаира, и горы Преображения, и многих других мест, где не все двенадцать учеников, а только эти трое, Пётр и Иоанн Иаков, являются свидетелями совершённого чуда. И Господь воскрешает дочь начальника синагоги. Это великое чудо, величайшее чудо, потому что никто и ничто не может преодолеть смерть. Невозможно преодолеть смерть. Всё, что не существует в той или иной степени, можно пустить вспять или как-то преодолевать, но если уже произошла смерть, то никто этого не может изменить. Никто, кроме самого Бога. И воскрешая умершую, Господь показывает Свою власть над жизнью и смертью. В Его власти жизнь и смерть. И в Его власти вернуть к жизни эту девочку. Этим чудом Он не только возвращает её к жизни. Этим чудом Он укрепляет и порождает великую веру в себя, самой девочки, учеников, её родителей и всех, кто в той или иной степени услышал или узнал об этом величайшем чуде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok